приветствую вас приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги вышла погулять подпекает но я хочу вам показать гибискусы вот они сейчас пока не закрылись потому что утром они самые красивые сейчас начинают закрываться но еще есть есть еще цветочки смотрите какие махровые серединкой очень красивые да а когда они начинают уже немножечко вянуть видите становятся аж голубыми но этот известный сорт да этот вы все видели вот какая у меня сейчас тут красота какая тут у меня красота нынче я сегодня вышла к стоматологу как раз пока была у стоматолога днепр обстреливали бахкали сильно но нам не было слышно особенно так может там чуть-чуть немножко но не сильно какая гортензия смотрите днепр сегодня очень сильно побили какая красавица да красота кстати гортензии очень полезно но хотя бы пару раз за лето полить кислым молоком ну сыроваткой можно кефиром или с кисшим молоком эффект будет необыкновенный вам бесплатный лайфхак вот под кисло молоко куда вылить вот полейте гортензию вот розы смотрите какие розы это уже следующая волна после обрезки красавица сижу стоматолога думаю господи хоть бы только не рядом бахнули а то как если дрогнет рука знаете с сверлом будет неприятно хоть мне там особо ничего не сверлили в этот раз так пошла на осмотр профилактику почистить там камни немножко пастой почистить санитарную обработку ну и посмотреть на будущее записаться по находить там где какой кариес ну вот в общем так профилактическая профилактическая очистка но все равно все равно железяками во рту понимаете если рука дрогнет будет большой бах мало не покажется будем сегодня стучать в бубен будем стучать в бубен ну так а что делать вечный бой ну что могу нашу просто спускать просто спускать вот этих преступления хоть как-то надо отвечать поэтому будем стучать в бубен посмотрите какие горшки себе нашла кашпо подвесные корзинки красота и клематис у меня расцвел еще один тот который уже более поздний у него небольшие цветы но они такие красивые насыщенные видите вот такие вот смотрится как симпатичненько на колонии у меня такая голова эльфа и вот она вот так с цветочками очень нежно правда хотела я любителям кал показать новый сорт потому что есть у меня любители калурит ниташа покажите кал и вот смотрите такой вы наверное не видели кала с красными черешками я подозреваю что и сам цветок ярко-красный наверное потому что я купила калу оранжевую калу красную высадила в грошки но не здесь пока подрастаю да то есть пока не выставляю их в общую композицию пока еще не только-только вылазят это оранжевая судя по всему видите как густо пошла а это красная но одну я проращивала в торфе одну проращивала в земле видите та которая в торфе проращивалась водка насколько веселее пошла на это видите похоже то есть проращивать предварительно перед посадкой прорастить вот эти клубеньки кал просто на влажной среде на каком-то торфе на влажном намного эффективнее будет прорастание то есть прорастите их сначала потом высаживаете вот это высажена а это пророщена видите разница вот так что очень интересно какие будут листья такие с краснотой но черешки точно будут красные да а листья видно что будет наверное зелененькая но с каким-то красным отливом но интересный сорт ждем ждем как прорастет огурчики мои огурчики мои уже пошли смотрите какие уже дают боковые веточки соответственно на них уже видите на них уже вот вот здесь где-то вот вот здесь же уже будут огурчики так что будут свои и абрикоски вынесла сушить на улицу потому что у нас то свет выключают то есть то нету все это не годится в общем я думаю быстрее на солнце высохнут просто в этих же формочках сушилки оставила их и вынесла на улицу нос пока вроде нету если появятся осы тогда накрою вроде нету так быстрее высохнет будет у меня абрикоска своя вот видите как я придумала фонарик в пределах окно а солнечная батарея у меня вот здесь висит вот она ведь его здесь даже на постоянно на солнце и каждый вечер автоматически как только темно этот фонарик включается и у меня на кухне вообще не бывает полной темноты но всю каждую всю ночь каждую ночь этот фонарик как ночник хорошо освещает мне ну вот зону печки по крайней мере сделать там чай кофе бутерброды там но не какая-то глобальная готовка да что-то такое подогреть то есть ну видно немножко видно да вот как если бы это была легкая подсветка нормально можно жить тут можно у кого фонарики вот такие купить они недорогие только чтобы батарея у вас как-то вот на было весь день на солнце как приспособить можно приспособить подумать как там длинный проводок и получится у вас все время свет вот как только там на улице темно все у вас пожалуйста автоматический свет есть и и похер на этих пидорасов понимаете ха они там обосрутся все равно украина их победит чтобы вы знали и даже не сомневайтесь и это как какой будет андон сомневаться сразу от меня понос потому что мне уже обращаются наташа тут уже народ в панике текает центральная украина понимаешь текают они ой-ой-ой всем понос ты посмотри все будет нормально я вам точно говорю что вы не верите я вам говорю все будет нормально сто процентов вы помните я собиралась покупать домик где-нибудь в испании или в черногории или квартирку какой-то такой что был где-то запасить недвижимость какая-то европейская что-нибудь то хоть небольшое там или какие-то там апартаменты помните да собирала денежку все приготовились все приготовились я сейчас докажу с украиной все будет хорошо еще в украину будут ехать спасаться я купила квартирку купила для они на сдачу пока потом для они будет девочка растет не будет же она всю жизнь возле мамы будет желание самой пожить а не будет желание значит будет сдаваться квартира купила квартиру у нас прям тут в поселке под носом отличное место великолепное место прекрасное место еще и денег сэкономила еще и машину купим вот о чем это говорит о чем поняли вот уж поверьте я это проверяла и перепроверял все нормально все нормально так что будем жить будем жить никуда я никакую испанию не в черногорию никуда не поеду остаюсь в украине вот буду отдыхать где захочу сегодня там вторую вторые полгода в другом месте что привязываться куда захочу туда и поеду и буду себе как королева вот аня пойдет учиться я заживу наконец-то для себя богата да да понятно о смотрите а зимние сапожки постирала какие были зачумканы после зимы там и них тут по хозяйству убираемся такие были фу-фу-фу постирала смотрите о новье вообще на видео заодно проветрились так забираем их в дом стоят заберу и удобные такие такие дела так что можете поздравить аню как раз к 18-летию аня стала стала устанет собственницей своего жилья своей недвижимости двухкомнатную квартирку небольшую 45 квадрат ну как для девочки и даже для молодой семьи это за глаза достаточно было время когда мы жили в 43 квадрата наверное у нас на березинской квартира была и мы жили некоторое время в ней в пятером и ничего и ничего живые на было дело вот так что для они уже квартирка есть собирала себе на пенсию такой пассивный доход до вместо пенсии но это будет они будет они а себе на пассивный доход я еще буду зарабатывать такие дела такие дела а вы говорите украина сдаваться то хер вам будет свисти и пахнуть вот так а русня пидоросня сгорит в аду это я вам обещаю люблю целую